Антонио Леон Ортега Антонио Леон Ортега Нашел своего наставника Григория Фернандо С 1938 года работал в своей первой мастерской с художником Педро Гомесом Вскоре мастерская стала не только неформальной школой художников, но и атениумом искусств и гуманитарных наук, которые посещали все художники, жившие или проезжавшие через Уэлю Такие как поэты, журналисты, врачи и писатели Мастерская была известна в художественном мире как Академия Санкт-Кристобаль В те же годы он изучал сивильские образы по работам мастера Мартинеса Маунтанис В 1964 году переехал в новую мастерскую, проработал там до 1985 года За эти 50 лет напряженной работы он создал более 400 работ, включая небольшие и крупногабаритные, выполненные из различных материалов, таких как дерево, глина, камень, латунь и другие Он развил религиозные произведения, вылепил их прямо на дереве с помощью долбилки и молотка Таким образом он следовал традиционным испанским образом, которым научился в Мадриде у Хосе Капузе и Хуана Ацуаре Создал множество изображений для Страстной недели у Эльвы и Айамонте и многих других городов в округах Уэльва и Бадахас Создал скульптуры в стиле модерн Мадриди в соответствии со стилем 20-х годов Леон Артега – автор одной из самых серьезных, строгих и личных скульптур в Испании 20 века Создавший легко различимый личный стиль Создал множество Мадонн с лицами, полными подавленной боли Предпочитал изображения в натуральной величину Был педагогом, преподавал рисование и лепку в своей мастерской и в архиальной семинарии И там, где сегодня находится школа искусств имени Леона Артей Как скульптор он в основном поддавался созданию образов не только потому, что эта область искусства всегда привлекала его Но и потому, что им двигали глубокие религиозные убеждения Его первые религиозные работы имели оттенок барок Но затем он нашел очень личный стиль Он выбрал более легкую форму линии и украшений И попытался найти слияние кастильских и андалузских образов, чтобы передать суть скульптуры только в ее минимализме За последние пять лет он работал до 80 лет Его постановка частично утратила свою скульптурную мощь Он создавал работы небольшого размера, потому что для них требовалось совсем немного физических усилий Его изображение отличается силой, красотой и нежностью Из-за его страсти к деревятной скульптуре и модели Леон Артега умер 9 января 1991 года в своем доме у Элли Ну вот так вкратце из переводной википедии о испанском скульпторе, известном своими андалузскими образами Антонио Леон Артега Пока-пока, до свидания, смотрим работы Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!